И вот раз мы заговорили об Индии, да, как-то к этому вы пришли, какой-то был процесс, который, да, способствовал тому, что сейчас есть. А можете рассказать, с чего начинали свой жизненный путь, свой духовный путь, возможно, да, как это происходило и какое было начало всего? Ну, во-первых, действительно, то, что вы с самого начала сказали, именно для этой цели дать такие, что ли, знания или информацию, я бы сказал, знания я не считаю вправе преподавать или давать, потому что я не настолько, будем говорить, реализована, и миссия моя заключается в совсем другом. Это то, что называется на Санкрите дхарма, дхарма, по-русски можно назвать так, H не произносится, дхарма, то есть purpose of life или предназначение человека, которое когда-то было известно любому человеку, ну, это было еще до мамонтов, будем так говорить, и люди как бы это все знали. Ну, с помощью интернета, с помощью интернет-радио, с помощью веб-сайтов, нетворка, YouTube, Facebook, у нас есть несколько, будем говорить, каналов и на Facebook, и на YouTube, можно эту информацию передать. Как она будет воспринята, это уже, так сказать, дело каждого, но если кого-то интересует, мы уже тогда пойдем дальше, будем проходить все те пути, которые как бы надо было пройти, которые, в общем-то, описаны в литературе, и все, что надо делать, просто надо следовать. Не всем это понятно, не все это примут, но те, кто захотят идти, они элементарно могут пройти по этому пути. Ну, и примерно 9 лет тому назад вот появилось в обиходе, в моем окружении такое слово, то, что называется веды. Веды. Ну, к сожалению, неправильно понимают это слово многие, потому что это ассоциируется почему-то с индуизмом или с кришнаитством, хотя это не то и не другое. Дело в том, что веды переводится на русский язык, это знание, и все, что надо, и вот это вот то, что надо иметь в виду, это просто знание. Как мы к этому относимся, это дело наше, как говорится, но еще раз, если я знаю то, что я ничего не знаю, то тогда я имею возможность узнать. Поэтому мне было непонятно, мне было, я тоже, еще раз повторяю, я вырос в совсем другом окружении, и в высшем учебном заведении, естественно, меня этому не учили, но мне было интересно, а почему как бы там все не так, как меня учили. Ну, что мне оставалось делать, я для себя решил, я поеду узнавать, вот, ну и поехал, потом еще раз поехал, потом еще раз поехал, и вот так вот втянулся, как говорится. Ну, когда я поехал в Индию, то, естественно, меня туда кто-то направил, сказал вот туда, туда, я помню, это был первый город, куда я поехал, один из самых интересных городов в Индии, упоминание, которым датируется там несколько тысяч лет, это город назывался Риш, называется Ришикеш, это он расположен у подножия Гималаев, и там протекает река Ганга, не Ганг, а Ганга, и на берегу вот этой реки стоит вот такой город, который очень духовный, и там есть упоминание, еще раз, о тех великих людях, если можно сказать, что это были люди, посещавших этот город, и там часто упоминается, опять же, в какой-то литературе, что, опять же, тоже как-то привлекает внимание, там есть такой мост через Гангу, и вот там, где я жил, в том месте, в котором я жил, надо было, чтобы попасть в этот, как бы, ну, небольшой, очень небольшой город, и даже это не город, это просто я жил в предместе этого города, потому что сам по себе индийские города относительно небольшие, но там проживают несколько миллионов человек, поэтому я переходил через этот мостик, все люди переходили через этот мостик, но был другой путь попасть на ту сторону, это на лодке, и вот частенько замечали те, кто плыли на лодке, и те, кто стояли на мосту, как рядом с этой лодкой идет йог и идет по воде, вот, это было совершенно непонятно, я лично не видел, но я читал, ну, вот, это тоже как бы привлекало, ну, и я поехал туда, вот, как бы, на себе все это дело проверять, я там проверял, проверял, жил в определенных местах, общался с определенными людьми, а потом мне посоветовали поехать в другую часть Индии, на юг, это Решикеш все-таки на севере находится, и там, как ни странно, это было в феврале месяце довольно прохладно, особенно ночью, ну, где-то, может быть, порядка там 13-14 градусов в февраль месяц, но вот на юге там было уже где-то, ну, если перевести в Цельсиях, то это где-то было 28-30 градусов, это было примерно конец февраля месяца, это был 2008 год, начало 2008 года, и вот я был на юге, где я встретился с очень интересным тоже человеком, таких людей там называют пандиты, это класс браманов или браминов, которые считались в иерархии ведическом общества, считались как бы высшей кастой, то есть это каста браманов, это людей, которые как раз-таки знали. Ну, и вот я с ним пообщался, ну, и с тех пор все изменилось, то есть я приехав уже на запад, вот, в США, домой возвратившись, я стал все читать и больше, и больше, и больше, и вглубляться в это дело, и пришло в обиход такое понятие, кроме веды, аюрведа, тоже немногие понимают, что такое аюрведа, в основном считается, что это как бы медицинский аспект, вед, но аюрведа переводится, прямой перевод аюр это жизнь, веда это знание, знание жизни, или инструкция, его соответствии с этой инструкцией и вообще предназначением человека, на вскидку мало кто ответит на этот вопрос, какое предназначение человека, ну, спрашивать до мира я не буду, я могу сразу сказать, предназначение человека, наверняка, вот, вы и ваши все слушатели и участники вашего проекта знают, предназначение счастья, всего лишь быть счастливым, очень просто, как быть счастливым, у меня есть на это ответ, и у меня даже в скайпе можно это прочитать, для этого надо всего лишь, всего лишь, естественно, в кавычках, всего лишь знать свое предназначение, потому что если ты знаешь свое предназначение, или свою природу, или то, что называется на санкрите-пракрите, тогда, ну, намного проще вычленить ту тропинку, вычислить тот путь, по которому нам всем как бы надо было идти, повторяю, в соответствии только со своим предназначением, когда я туда поехал и стал заниматься какими-то практиками, естественно, то как это узнать? Ну, на первых порах я решил, что там знают лучше, и я это принял для себя априори, и я стал следовать. А потом я сам стал как бы этому обучаться, и теперь я уже понимаю, почему мне это было рекомендовано, то есть я как бы, ну, разбираюсь в нумерологии, будем говорить так, хотя никогда не считал и не буду себя считать нумерологом, там, или астрологом, я просто знаю, и это знание мне помогает, ну, кое-что, оно мне помогает в моей жизни и в определении, скажем, предназначения кого-то другого, то есть я как бы могу гайд, могу повести по этому пути, определить, ну, скажем так, в черне, куда и чем человеку надо было бы заниматься, и это как раз таки самое главное, потому что многие находятся непонятно где, то есть информации много, сайтов тысячи, на разных сайтах разные, есть много общего, но практически, ну, вот давайте поедем все в Индию, и там практически будем все узнавать, но ведь практически это все теория, давайте все поедем, но не все, что туда поедут, это понятно. С кем пойти, за кем следовать, это сложно, поэтому, если я, скажем, даю рекомендации, то я не скажу, давайте, ребята, следуйте все тому, что я сказал, это был мой путь, и это не значит, что этот путь будет удобен, это не простой путь на самом деле, могу сказать, что возраст этому не помеха, поскольку, ну, так скажем, сегодня я нахожусь уже по российским меркам в пенсионном возрасте, но, как говорится, покой нам только снился, поэтому у нас в США такого возраста нету, покой нам только снился, вот поэтому мы этим и занимаемся, поэтому мы, кстати, и беседуем.